Большой привет дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале! Сегодня я вам покажу свой новый проект вышивальный, который называется Сипуха в ночи. Вышиваю я ее по авторской схеме от Мандаринкс. Так как у меня нет распечатанной картинки, поэтому я вам вставила, чтобы вы могли увидеть, какой же дизайн у меня получится. Что касается размеров работы, на 14 конве я вышиваю. Это будет у меня примерно 22 на 31,5 сантиметра. Если в крестиках, то это 120 на 173 крестика. В принципе работа небольшая. Я ее начала на черной конве от Свайгард. Хотя здесь в ключе написано, что конва белая, но она явно не катит на белой конву. И в группе у автора этой схемы я увидела, что все-таки отшив был на темно-синей равномерке. Мне показалось, что темно-синяя сюда не очень подходит конва. И я решила взять черную, но равномерку черную я взять побоялась. Я побоялась, что я не справлюсь высчитывать и что просто поломаю на ней глаза. Как уже вы видите, работа сама по себе не очень большая. То есть вот я здесь начала мононитью размечать. Вот так примерно выглядит четвертая часть работы. То есть это совсем-совсем немного. Но, несмотря на то, что работа такая, в принципе-то, небольшая, цветов здесь используется много. Вот я в коробочку здесь сложила все ниточки, вышиваю я нитками СХС. По ключу здесь идут ниточки крестик полный в две нитки и полукрест в две нити. Других сложений здесь нет, в принципе-то удобно, не запутаешься. Но здесь цветов, если я не ошибаюсь, 44, а значков 85. То есть вы можете себе представить, что на такую небольшую работу такое количество идет значков. И, в принципе, потому что здесь очень много идет блендов. Вот. И не знаю, насколько оправдано использование такого количества цветов. Но, в целом, как начала эта работа уже у меня проясняться немножко, прорисовываться, то мне нравится качество проработки этой схемы. Как можно увидеть даже по схеме, здесь такими идут цветовыми пятнами, достаточно крупными, удобными. Поэтому, несмотря на то, что цветов много, вышивать легко. Я сразу смотрю, сколько у меня этого цвета и примерно столько же ниточки и отрезаю. Никакой другой организации я не делала. Органайзеров я не заводила, потому что завести органайзер, нарезать 85 сразу значков и каждый просто по целой пасме. Может быть, тут даже столько и использоваться не будет. Поэтому я этого делать не стала. Если у меня полный крест и вдруг ниточки не хватает, то есть я либо перевожу на соседний лист, либо же, если у меня остается нитка, я ее обратно заматываю на катушечку. Для блендов, конечно, надо сделать какую-то палеточку, куда можно было бы их навешивать. Но пока у меня было только два бленда в работе и полностью ту ниточку, которую я отрезала, я ее и использовала. Поэтому такой необходимости пока не было. Но это, в принципе, я сделаю, потому что обязательно будет нужно. Вот схему я распечатала. Так как Мандаринкс, сейчас не вспомню, как зовут автора, это ее ник. Вот, она присылает в PDF схему. Я ее распечатала. И что здесь не очень удобно, то, что, как вы видите, схема просто огромная. То есть один лист схемы, это вот буквально 4х3 квадратика. Это неудобно. И здесь получилось целых 16 листов схемы. Я отправила мужа в типографию, чтобы он распечатал на цифровом оборудовании. И вот это все, 16 листов схемы плюс 2 листа ключа, у меня вышли больше, чем 100 гривен. Честно говоря, даже не знала, что это так дорого стоит. Если бы я знала, то я, наверное, бы печатала все-таки по 2 листа схемы на 1 лист А4. Я думаю, что мелко бы не было. Но можно было бы немножко сэкономить. А так я даже не зачеркиваю, потому что такая крупная, как я говорю, схема для слепых. Что еще здесь по этому ключу мне не очень нравится. Может быть, вам не настолько все это видно. Но значки все идут очень темные. То есть, конечно, когда ты здесь смотришь на работе, то, в принципе, понятно, что здесь все такие цвета. Темно-зеленые, серые. И по схеме, в принципе, все это различимо. Но здесь эти значки нужно, конечно, высматривать. То есть, ключ такой темноватый. Ну, я понимаю, что здесь цвета именно те, которые идут как бы в реальности. То есть, распечатывала она из программы. Но немножко темноват сам ключ. Ну, в принципе, конечно, когда привыкаешь, то уже нормально здесь все видно. Здесь также будет бэкстич. Но бэкстич здесь будет только черной ниточкой идти. Поэтому это не страшно. И что еще? В принципе, сама-то работа не сложная. Здесь фон зашивается полукрестом. Я, правда, не знаю, весь, не весь. Но вот как бы та часть, которая у меня начата, она идет полукрестом. А уже сама совушка будет идти полным крестиком. Сейчас чуть-чуть поближе покажу этот свой участочек. Крутила-крутила. Я не знаю, как вам показать. Потому что здесь канва немножко просвечивает. И все это отсвечивает. И поэтому становится плоховато видно на черной конве. Но в целом это получается вот так. Вот как вы видите, вот этот кусочек, это у нас хвостик совы и самый краешек. И здесь, конечно, уже намешано очень много цветов. Вот. Но мне нравится, как получается. Хвостик такой вот как бы с такими плавными переливами. В принципе, как и настоящее оперение у птицы, которая не имеет равномерного окраса. Идет такое с оттенками. Вот. Поэтому очень-очень симпатичное. Ну и также вот этот фон, который здесь зашит полукрестом. То есть я стараюсь шить примерно так. Один ряд в сторону, допустим, там влево полукрестом, вправо гобелиновым стежком. Для того, чтобы поровнее выглядел этот полукрест. Что еще на схеме мне не очень удобно оказалось. Так как вы видите, какое у меня направление стежка. То есть с верхнего левого угла в нижний правый. А по схеме, получается, я вышиваю с правого угла. Хотя изначально мне всегда удобно это делать из левого угла. Вот. Но проблема в том, что схема, вот вы видите, имеет вот эти три крестика переходных. Они идут с левой стороны и сверху. То есть это именно для того, чтобы вышивать с нижнего правого угла. И пришлось мне так и начинать. Для того, чтобы использовать вот этот вот переход на соседний лист. Хотя, конечно, мне было бы удобнее начинать с левого угла. Вот. Но в целом, вот уже видите, какие значки. В принципе, все крупные, такими цветовыми пятнами. Поэтому вышивать удобно. И несмотря на это количество ниточек, которые здесь используются. Вот. Вышиваю на пяльцах, как вы успели заметить. Вот. Так он у меня все лежит. В моей розовой сумочке, которую я вам уже показывала. В принципе, которую я использовала, когда вышивала свою тарелочку. Вот. Конечно, я согласна, что и бленды здесь, и все эти оттенки, они создают такой плавный переход. Вот. Но посмотрим, что будет дальше. Пока мне этот процесс очень нравится. На сегодня это все. Надеюсь, что со следующим отчетом я долго затягивать не буду. Покажу вам, что у меня получается. И еще раз вам спасибо за то, что заглянули на мой канал. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии, ставить лайки. Мне это очень приятно. Всем пока. До новых встреч.